В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! В работе судебных приставов большое значение имеет защита интересов несовершеннолетних детей. Сейчас на особом контроле держат ту категорию граждан, которая уклоняется от уплаты налогов. О том, какая работа проводится с должниками в эти минуты в нашей студии, моей соведущей Белли Джозаевой, расскажет старший инспектор отдела Организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по республике Ида Нирова. Доброе утро всем! Доброе утро, Ида! Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Ида, в преддверии Нового года мы сегодня будем говорить про алименты. Эта тема особенно актуальна, потому что, как считается, что к концу года надо какие-то свои долги закрывать. Как у вас обстоят дела у судебных приставов с алиментчиками? Доброе утро! Восстановление прав на получение алиментов является основной задачей службы судебных приставов и приоритетным направлением в ее деятельности. В текущем году у нас отмечается положительная тенденция по сокращению исполнительных производств данной категории, что особо радует. У нас на сегодняшний день в остатке около 1320 исполнительных производств, что по сравнению с началом текущего года значительно уменьшилось. В начале текущего года у нас на исполнении находилось 1405 исполнительных производств. А всего в текущем году у нас на исполнении находилось более 2700 исполнительных производств. Кроме того, у нас увеличилось количество исполнительных производств, по которым мы обращаем взыскание на доходы должников. Так как вот алименты это вообще специфичная такая категория исполнительных производств и периодичного характера. То есть выплаты должны осуществляться ежемесячно и до достижения 18 лет. Включительно. Да, включительно. И хотелось бы отметить, что вот в текущем году судебными приставами-исполнителями структурных подразделений управления взыскано более 160 миллионов рублей. Что по сравнению с прошлым годом, больше примерно на 60 миллионов рублей. Скажите, а какая работа проводится с должниками? По исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей применяется весь комплекс принудительных мер, предусмотренный федеральным законодательством об исполнительном производстве. Судебными приставами-исполнителями обращаются взыскания на все денежные средства, находящиеся на счетах и кредитных организациях. Кроме того, обращаются взыскания на доходы должников. В текущем году в рамках неуконченных исполнительных производств обращено взыскание в рамках 670 исполнительных производств. Кроме того, в отношении должников применяются как ограничительные меры, запрещающие меры. Ограничительные меры – это такие меры, как ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Также применяются меры временного ограничения в специальном праве в управлении транспортным средством. Хотела бы отметить, что это очень действенная мера ограничения в праве вождения. Я так понимаю, что отвертеться алименчиком сейчас не получится никак? Почти? Вообще никак не получится. Вообще никак. Кроме того, судебные приставы-исполнители при наличии имущества у должника зарегистрированного – это автотранспорт или другое недвижимое имущество – накладывают запреты на регистрационные действия. То есть должник не сможет ни при каком своем желании перерегистрировать, подарить, переоформить вообще на другое лицо автотранспорт и недвижимое имущество. Также активно применяются судебными приставами-исполнителями аресты на имущество должников, которое передается на принудительную реализацию, а вырученные деньги перечисляются взыскателем на содержание несовершеннолетних детей. Ну, я думаю, что это правильно. Дети должны быть защищены. Я благодарю вас за полную информацию. С наступающим Новым годом! Вас тоже! С наступающим Новым годом! Спасибо! Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на Ногайском языке, затем также программы Ногайской редакции. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра! Новый информационный день продолжаетiği новости. Продолжение следует...